Первенство по фигурному катанию Московской области проходят в Ледовой арене имени Владислава Третьяка два раза в год. Организатором состязания выступает Федерация фигурного катания Московской области. На этот раз юные спортсмены приехали из нескольких муниципалитетов региона. Из Балашихи, Долгопрудного, Мытищ, Видного, Лыткарина, Раменского. Участвовали и ребята из Щелково, которых тренируют в Ледовой арене. Примерно по участию, сегодня конкретно у нас примерно 80 человек участвует. Также у нас в том году были двухдневные соревнования, там конечно же было больше детей, участников соревнований, в том числе и спортивные разряды. На Лед первыми вышли девочки и мальчики 2015 года рождения. Каждому юному спортсмену предстояло показать программу, которая состояла из нескольких обязательных элементов, таких как шаги, спирали, вращения и прыжки. Важная часть выступления – умение красиво скользить по льду. Этот прием позволяет фигуристам отдохнуть после выполнения элемента и подготовиться к следующему. Сейчас очень много новых таких моментов, когда каждый тренер старается какие-то фишечки свои придумать. И прыгнуть с какого-то сложного захода, какой-то сложный выход придумать – это всегда интересно. Или вращение какое-то новое. И это всегда интересно на это смотреть. И это, конечно, плюсики такие зарабатываются. За каждым из участников внимательно наблюдали самые главные болельщики – их родители. Ребенок сам пришел в маленьком совсем возрасте и попросилась на лед. Я год оттягивала это мероприятие. Думала, что она перегорит и не захочет. И в итоге в четыре с половиной года привела ее на лед. Потому что желание так и осталось. Скажи мне, пожалуйста, нравится тебе заниматься? Да. Очень нравится? Да. А почему? Ну, потому что я очень люблю фигурное катание. Юные, но уже такие талантливые фигуристы получили грамоты за участие. А победителей, поднявшихся на пьедестал, наградили медалями и кубками. Кто знает, может быть, именно на Щелковском льду зажгутся новые звезды мирового фигурного катания. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.